Я благодарен за возможность быть с вами в этот вечер, отведенный поклонению Богу, размышлению и посвящению. Мы молились вместе. Наш любимый Небесный Отец услышал нас. Мы вспоминали нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, когда были тронуты гимном хвалы Ему. Мы получили вдохновение делать больше, чтобы помочь нашему Учителю в Его работе ободрять и поддерживать детей нашего Небесного Отца. Наше желание служить людям возрастает от благодарности за то, что Спаситель сделал ради нас. Вот почему наши сердца наполняются светом, когда мы слышим слова, гимна, «Коль Богом мне много мне дано, я всем делюсь». Царь Вениамин в своей великой проповеди, записанной в книге Мормона, говорил об этом чувстве благодарности. «Когда наша вера в Иисуса Христа ведет нас к радости от Его прощения, мы испытываем желание служить другим ради Него». Царь Вениамин учил, что прощение получают не в один момент. Вот что Он сказал об этом. «И ныне, ради всего того, что Я сказал вам, то есть ради сохранения отпущения ваших грехов изо дня в день, дабы вы могли ходить невиновны пред Богом, я хотел бы, чтобы вы уделяли от своего состояния бедным. Каждый человек сообразно тому, что у него есть. То есть кормили голодных, одевали ногих, навещали больных и приносили им облегчение как духовно, так и материально, сообразно их нуждам». Напарник Алмы Амулек тоже учил тому, что мы должны не прекращать служить Ему, чтобы оставаться прощенными. «И ныне вот, возлюбленные братья мои, я говорю вам, не думайте, что это все. И после того, как вы сделали все это, если отвергаете вы нуждающихся и нагих, и не посещаете больных и страждущих, и не уделяете от своего состояния, если оно у вас есть, пребывающим в нужде, я говорю вам, если не делаете вы ничего из этого, то вот, ваша молитва тщетна и ничего вам не дает. И вы, как лицемеры, отрицающие веру». Сегодня вечером я думал о женщинах в моей жизни. В нашей семье более 30 женщин, начиная с моей жены и включая наших трех только что рожденных правночек. Некоторые из них присутствуют с нами сегодня вечером. Пятерым из них еще не исполнилось 12 лет. Это, возможно, их первое собрание в конференц-центре с сестрами Церкви Спасителя. У каждой будут свои воспоминания и каждый возьмет на себя свои обязательства благодаря этому опыту. Есть три воспоминания и три обязательства, которые, я надеюсь, они будут хранить всю жизнь и после нее. Воспоминания связаны с чувствами, а обязательства, связанные с делами. Самое важное чувство – это любовь. Вы почувствовали любовь замечательных руководительниц, которые выступали перед нами. И вы чувствовали духом, что они любят вас, даже не зная лично вас. Потому что они ощущали любовь, которую к вам питают Небесный Отец и Спаситель. Вот почему они так сильно хотят служить вам и хотят, чтобы вы получили уготовленные вам благословения Божьи. Сегодня вы ощутили любовь по отношению к другим, друзьям, одноклассникам, соседям и даже к тем, кто только что трудился на вашем жизненном пути, странникам. Эта любовь – дар от Бога. В Священных Писаниях она названа милосердием и чистой любовью Христовой. Вы почувствовали эту любовь сегодня вечером. Вы можете часто ощущать ее, если стремитесь к этому. Второе чувство, которое было у вас сегодня, это влияние Святого Духа. Сестры пообещали вам, что Святой Дух будет направлять вас в поиски уготованных Господом в отморочи служить людям ради Него. Вы почувствовали духом, что их обещание исходило от Господа и что оно истинно. Господь сказал, «И ныне истинно, истинно говорю я тебе, уповая на того Духа, который ведет делом добрым, да, к тому, чтобы поступать справедливо, ходить смиренно, судить праведно, и это есть Дух Мой». Вы могли получить это благословение сегодня вечером. Например, ваш разум могло прийти чье-то имя или лицо. Это могло быть просто мимолетной мыслью, но благодаря услышанному вами сегодня вы будете молиться об этом, веря в то, что Бог направит вас делать то доброе, чего Он желает для этого человека. По мере того, как эти молитвы будут становиться частью вашей жизни, вы вместе с другими людьми будете меняться к лучшему. Третье чувство, которое вы сегодня испытали, это желание стать ближе к Спасителю. Даже самые маленькие девочки почувствуют реальность приглашения, звучащего в гимне. «Следуй за мной», сказал Господь. «Будем за Ним идти вперед». Итак, испытывая такие чувства, первое, что вы обязательно нужно обязаться делать, это идти служить, зная, что вы не одиноки. Когда вы идете, чтобы утешать и служить кому-то ради Спасителя, Он Сам уготовит для вас путь. Возвратившиеся миссионерки, присутствующие сегодня с нами, подтвердят, это не означает, будто каждый человек за каждой дверью готов принять вас, или будто каждый, кому вы пытаетесь служить, отблагодарит вас. Но Господь предойдет пред лицом вашим и уготовит путь. Президент Монсон регулярно повторяет, что уверен в реальности обещания Господа. И там, где принимают вас, там и я также буду, ибо я предыду пред лицом вашим. Я буду по вашу правую руку и по вашу левую, и дух мой будет в сердцах ваших. «И ангелы мои вокруг вас, чтобы нести вас». Помимо прочего, Он идет пред лицом вашим, готовясь к сердцу человека, которому Он попросил вас служить. Он подготовит и ваше сердце. Вы также обнаружите, что Господь ставит помощников по вашу правую и левую руку, а также вокруг вас. Вы не одиноки, когда служите другим людям ради Него. Сегодня Он это сделал для меня. Господь приготовил облако свидетельств, выраженных как словами, так и музыкой, чтобы подтвердить и умножить силы моих слов, произнесенных по Его воле. Мне лишь нужно было удостовериться в том, что моя часть вписывается в Его композиции. Я надеюсь и молюсь, что вы испытали благодарность и радость, когда Господь будет объединять вас в служении людям ради Него. Когда у вас будет такой опыт, а такое будет часто, вы будете улыбаться, осознавая это, как всегда улыбаюсь я, когда мы поем «Сладость и труд». Вы также будете улыбаться, вспоминая этот стих, и Царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, что сделали мне». Во-вторых, необходимо помнить Господа, когда вы служите другим ради Него. Господь не только идет при лицом нашим и посылает ангел служить вместе с нами, Он также чувствует то утешение, которое мы даем другим, как будто мы делаем это Ему. Каждая дочь Бога, услышавшая послание этого собрания и поверящая в Него, задастся вопросом, «Чего Господь хочет от меня для помощи нуждающимся?» Ситуация каждой сестры уникальна. Это касается и моей небольшой команды дочерей, невесток, внучек и правночек. Для них и для всех дочерей Небесного Отца я повторяю мудрый совет сестры Линды Бертон. Она попросила вас молиться, чтобы узнать, каких действий Господь ожидает от вас на ваших обстоятельствах, а затем она дала вам обещание самого Господа, утешившего женщину, которую упрекали за то, что она помазала Ему голову дорогим маслом, когда это масло можно было продать, чтобы помочь бедным. Но Иисус сказал, «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое погребением. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие в ее целом мире, сказано будет в памяти о том, что она сделала». Этот короткий отрывок является привлекательным мудрым наставлением для верных сестер в Царстве Господа в беспокойные времена. Вы будете молиться, чтобы узнать, кому по воле Отца вам нужно служить из любви к Нему и к вашему Спасителю. Следуя примеры женщины из Евангелия от Марка, чей святой поступок, восхваляющий Спасителю мира, известен, а имя нет, вы не будете ожидать или желать публичного признания. Я надеюсь, что сестры в нашей семье будут делать все, что в их силах, чтобы из любви к Богу служить нуждающимся. Я надеюсь увидеть, что это их личное скромное совершение добрых дел. Я буду молиться о том, чтобы они приняли совет Господа, когда Он сказал то, что я считаю, можно считать важным и достойным почтением. Смотрите, не творите милости ваши перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного. И далее Он сказал, у тебя же, когда ты творишь милость, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милость станет твоя, была в тайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Я молюсь о том, чтобы сестры в Царстве, где бы они ни находились и каковы бы ни были их обстоятельства, благодаря своей вере в Спасителя и благодарности за Его искупление, делали все, что могут, чтобы служить тем, кому Господь просит их служить. Я обещаю, поступая таким образом, они продвинутся на пути становления святыми женщинами, которых Спаситель, наш Небесный Отец, примут с теплотой и которым они воздадут явно. Я свидетельствую, наша Церковь, Церковь воскресшего Иисуса Христа. Он воскрес. Он заплатил цену за все наши грехи. Я знаю, что благодаря Ему мы воскреснем и сможем иметь жизнь вечную. Президент Томас Монсон, Его живущий пророк, Небесный Отец слышит наши молитвы и отвечает на них. Я свидетельствую, мы становимся ближе к Спасителю, когда, исходя из чистой любви, служим другим ради Него. Я оставляю это свидетельство вам во имя Иисуса Христа. Аминь.